Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня начальник Межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер. Ну, начнем, наверное, как водится, с подведения итогов. Вот буквально в середине января прошло итоговое совещание между Муниципальным управлением МВД России и Щелковской, на котором прозвучали какие-то цифры. В основном, я помню, успешные цифры по итогам прошлого года. Вы выступали с докладом. Ну, понятно, сейчас целиком доклад такой читать не надо. Но хотя бы какие-то основные цифры можете озвучить, да, вот по итогам работы управления за прошлый год. Ну, в целом, я бы охарактеризовал работу управления за 2018 год как какое-то стабильное, да, в общем-то, и революции ждать не приходится. В прошедшем году полиция Российской Федерации отметила 300 лет своего существования. Наше межмуниципальное управление отметило 100 лет существования Щелковской милиции. Поэтому я считаю, что ситуация у нас в подразделении достаточно стабильная. И в целом, по району, считаю, что ситуация в борьбе с преступностью, она и стабильная, и контролируемая. Если к цифрам обратиться, что в 2018 году мы увеличили количество раскрытых преступлений на 12%, тяжких преступлений раскрыто больше на 13%, Краш из квартир раскрыто больше на 18%, Краш из дачи раскрыто на 37% больше, чем в прошлом году. Краш автомашины раскрыто в два раза больше, чем в 2017 году. Раскрыто 13 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. Больше выявлено преступлений, связанных с наркотиками на 20%. Ну и как результат, в общем-то, снижение общего уровня преступности в районе. Если в цифрах, то количество тяжких преступлений сократилось на 10%. Количество совершенных краш из квартир сократилось на 23%. Краш из дачи стало меньше на 43%. Краш автомашин стало за 2018 год меньше в два раза на территории района. Количество грабежей, совершенных на улицах, сократилось на 30%. Разбойных нападений произошло в три раза меньше, чем в 2017 году. Количество угонов тоже сократилось в два раза. В общем-то, уровень преступности в районе падает. И по уровню преступности наше управление занимает восьмое место в Московской области. Я считаю, это достаточно серьезные показатели безопасности граждан. Это, наверное, то, что в первую очередь должно нас волновать. Ну то, собственно, ради чего вы и работаете, конечно. Ну вот, я понимаю, с обеих сторон, что называется, да? И раскрываемость повысилась, и число преступлений, ну я так понимаю, зарегистрированных в общем, да, тоже сократилось. Вы вот как-то сами можете сказать, с чем это связано? Так вот, жить стало лучше у нас, да, в муниципалитете. Народ стал более сознательный. Ну, я считаю, в первую очередь, это, наверное, результат работы полиции. Ну, без недостатка тоже не обходится. Я считаю, что есть и проблемы в преступности в нашем районе. Ну, какие вот направления, наиболее проблемы? Ну, в общем-то, не решены до конца проблемы, связанные с наркотиками. В общем-то, я считаю, что эти преступления проблемы для нашего района. Проблема для района, я считаю, то, что на 60% увеличилось количество убийств в 2018 году. Если в 2018 году у нас произошло 10 убийств, в 2018 году 16. Это, в моем понимании, серьезный скачок, серьезный скачок. И с учетом того, что мы, в общем-то, понимаем, что большинство этих убийств, они произошли на бытовой почве. Это, в первую очередь, связано, конечно, с употреблением алкоголя в быту, поведением в быту. Возникают бытовые конфликты, которые приводят, в общем-то, к таким трагическим последствиям. Поэтому, в общем-то, это проблема, которой надо заниматься. Увеличивать количество мошенничеств. На 30% увеличивать количество мошенничеств, совершенных в районе, это тоже проблема, тоже проблема, которую, в общем-то, в этом году мы уделим внимание более серьезно. Сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет как раз с итогового совещания работы по работе Межмуниципального управления МВД. Потом тогда продолжим наш разговор. Давайте посмотрим. Выводы сделаны. Итоги работы Щелковского управления МВД за год подвели на расширенном совещании. Начальник Межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов проанализировал работу подразделений полиции. В 2018 году управление укрепило ряд позиций. Раскрываемость убийств возросла на 5%, разбойных нападений на 11,5%, квартирный краш на 6%, а краш автотранспорта на 29%. За год почти вдвое сократилось количество уличных происшествий. Как отметил Рябов, в этом заслуга не только правоохранителей, но и органов власти и местного самоуправления. Неуклонно растущий уровень раскрываемости преступлений подтверждает действие принципа неотвратимости наказания. Полученное за 2018 год более 71,5 тысячи обращений говорит о доверии граждан к полиции. На совещании выступил глава района Алексей Валов. Он поблагодарил коллектив за успехи в 2018 году. Каждый человек защищен тогда, когда он защищен сотрудником правоохранительных органов. Когда сотрудник правоохранительных органов в каждом человеке, вне зависимости от того, какие ситуации и сложные он попал в проблемы, видит помощника и подспорье, который не только его привлечет к какой-то административной ответственности или в ходе расследования уголовной ответственности, но и при этом не даст ему упасть до уровня дна. Это называется профилактика. Алексей Валов передал руководству управления документы на служебную квартиру. Сотрудник получил уже квартиру, въехал. В процессе? Понятно. Ну вот мы говорили, вы называли цифры, в общем-то, относительные цифры, да, по сравнению с тем, что было раньше, годом раньше. Ну а вот если в абсолютных, ну не конкретная цифра, а вообще какие виды преступлений наиболее часто встречаются? Может быть не тяжкие, но в целом. Ну, наверное, доминирует у нас кража. То есть, в общем, по статистике из двух с половиной тысяч совершенных преступлений территории района, практически тысячи преступлений это кража. И большая часть это кража небольшой тяжести, это кража телефонов, кража сумок, кража из магазинов, кража из тамбурных помещений, подъездов, велосипедов, колясок. То есть, вот, кража небольшой тяжести и, в общем-то, вещей, которые граждане где-то оставляют без присмотра, ну, говорю, либо кража из магазинов. То есть, удается по горячим следам раскрывать подобные преступления? Вы знаете, удается. Удается, в общем-то, и что важно в этой ситуации, насколько оперативно люди обратятся со своей бедой в полицию. И тут хотелось бы лишний раз отметить нашу систему 112. Она работает, работает эффективно. И, в общем-то, лишний раз бы хотел напомнить людям о том телефоне из трех цифр 112 в любом мобильном приложении, когда вы можете позвонить, если случилась беда, оператор соединит с полицией. И в кратчайшие сроки, если будут сообщены и предметы преступников, обстоятельства происшествия, мы, скажем так, будем, у нас будет возможность сориентировать наряды и оперативно отреагировать на данные преступления. Ну, и отдельно бы хотелось сказать про систему безопасный регион, который у нас эффективно развивается. Я считаю, в районе камер становится больше, и это, на самом деле, эффективно помогает нам в работе. Очень значительное количество преступлений, фактически, с каждым годом все больше, раскрывается с помощью камер системы безопасного региона. Реально, вот эти камеры видеонаблюдения помогают раскрывать? Помогают, помогают. А сейчас, наверное, несколько такое новое новшество для наших зрителей. Благодаря вашему управлению мы получили несколько оперативных съемок о том, как проходит работа щелковских полицейских. Сейчас предлагаю посмотреть еще один короткий видеосюжет о том, как был задержан вор, сейчас не принято говорить угон, когда была совершена кража автомобиля и как по горячим следам удалось задержать правонарушителя. Давайте посмотрим. Где данную автомашину похитил? В Монино. Где? В Монино. В Монино? Да. Откуда? Со двора. В ноябре 2018 года сотрудники отдела уголовного розыска управления МВД «Щелковская» совместно с автоинспекторами Красногорска задержали ранение однократно судимого жителя республики Коми, который совершил кражу внедорожника, припаркованного на улице Алксница в поселке Монино. Полицейские в ходе работы по плану перехват на 22-м километре Волоколамского шоссе задержали похищенный автомобиль. В результате досмотра правоохранители обнаружили и изъяли специальное оборудование, которое используется для кражи транспортных средств. Правонарушитель пояснил, что похитил автомобиль с целью его дальнейшего разукомплектования и продажи. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Дмитрий Николаевич, Вы уже упомянули, что одной из основных проблем остается борьба с незаконным оборотом наркотиков. Не могли более подробно, как часто вообще это встречается, насколько часто удается привлекать к ответственности правонарушителей? В данном направлении деятельности, наверное, с одной стороны, полиция всегда занималась выявлением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но, в общем-то, если говорить организационно, в 2016 году, после сформирования службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, данное подразделение было создано в нашем управлении. Подразделение, в общем-то, немногочисленное, составляет всего 6 человек на наши три муниципальных образования, на городской округ Щелково-Фрязьево-Сенпетровский. Но я считаю, что работает достаточно эффективно. Работа, если возвращаться к 2018 году, проделана достаточно большая. Была причина деятельность пяти организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Всего было выявлено ими 214 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мы задержали 66 наркозбытчиков, которые привлечены к уголовной ответственности. Выявлено и ликвидировано два наркопритона на территории наших районов. И в целом за год из незаконного оборота было изъято более 12 килограмм наркотиков различных видов. Ну а какие часто встречаются? Наиболее часто? В общем-то, весь спектр. И синтетический, и растительное происхождение. Еще раз говорю, что наркотики серьезная проблема для нашего района. Ну, опять-таки, у полиции больше очень карательные функции. Да, тут опять-таки нужна, считаю, помощь общества. Потому что все эти, скажем так, кто-то их называет больными людьми, да, мы с своей стороны их называем преступниками. Они живут рядом с нами, поэтому, говорю, общество не должно быть безразличным к этой проблеме. Ну, а вообще граждане помогают бороться, скажем, с наркозбытчиками, ну и, наверное, с теми, кто покупает это зелье. Все-таки у нас в районе всегда проводилось, да, теперь в округе молодежные акции, скажи, наркотикам нет. Достаточно часто люди вам звонят, говорят, что где-то как-то что-то. Да, обращение граждан по, в общем-то, по поводу незаконного оборота наркотиков регулярно поступает в дежурную часть на службу 112. В общем-то, люди регулярно обращаются с информацией о данных гражданах, которые занимаются избытом и распространением наркотиков. Информация поступает, в общем-то. Обратная связь есть с обществом. Ну, а вот давайте еще к одному направлению деятельности полиции обратимся. Это охрана общественного порядка, но не только повседневная. Понятно, мы знаем, что такое работа патрульно-постовой службы, но очень много массовых мероприятий проводится у нас. Это и День города, и День Победы, и другие акции. Вот насколько реально задействованы силы полиции во время обеспечения безопасности, во время проведения таких мероприятий? Ну, это действительно достаточно большой объем нашей работы. В общем, большой. За 2018 год на территории трех наших административных образований прошло более 1300 различных культурных, массовых, религиозных, общественно-политических мероприятий. И на каждом данном мероприятии охрану общественного порядка осуществляли сотрудники полиции. Если перевести в численном соотношении, то фактически порядка 5000 сотрудников полиции привлекалось в течение года для охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Тем более мы же помним, что в этом году у нас были выборы президента, выборы губернатора. Это тоже было достаточно большой нагрузкой для нашего управления. Опять-таки, возвращаясь к цифрам, более 170 избирательных участков по трех муниципальным образованиям нам приходилось охранять в круглосуточном режиме в дни проведения выборов. Очень большая нагрузка. Практически весь личный состав управления был задействован на охране избирательных участков. И чемпионат мира по футболу тоже не обошел у нас стороной. Помимо тех профилактических мероприятий, которые мы проводили в период подготовки к проведению чемпионата мира, это отработка и болельщиков, фанатов, и сам чемпионат мира, который проходил, те матчи, которые проходили в Москве, на весь этот период ежедневно, ежедневно наше управление направляло в Москву около 100 наших сотрудников для оказания помощи в охране общественного порядка при проведении мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу. Еще одно направление деятельности полиции. В общем-то, за последние годы очень часто приходится пресекать деятельность незаконных предпринимателей. Как мы в разговоре обычно говорим, подпольные цеха. Я сейчас опять же во взаимодействии с управлением межмуниципальным МОД России и Щелковской. Еще две оперативных съемки мы от вас получили. Спасибо большое. Мы их так немножко привели в порядок, как положено у нас для телевидения. Поэтому предлагаю еще посмотреть два видеосюжета о том, как в течение прошлого года были раскрыты цех по производству контрафактного алкоголя и контрафактной парфюмерной продукции. Давайте посмотрим. В феврале 2018 года оперативники Щелковского управления МВД выявили цех по незаконному изготовлению и хранению алкогольной продукции. Нелегальное производство располагалось на территории бывшего детского лагеря в деревне Серково. При осмотре цеха полицейские обнаружили производственную линию для разлива. Причем того, что алкогольная продукция производилась таким, скажем так, кустарным способом, она, как вы считаете, на свой взгляд, хорошего качества? Я ее и сам пробовал, я ее и собирался с ним. Ну, побочные были какие-то у вас эффекты? Ну, не было. Симптом не было, да? Вообще не было. То есть она и раскаиваюсь в том, что... Раскаиваюсь очень душевно. А работали ночью или днем? Ночью. Ночью? Да. Чтобы, когда темно? Ну, чтобы никто не знал, никто не видел. Возбуждено уколовное дело по статье, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ноябре 2018 года сотрудники Щелковского управления МВД пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактных духов. Нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений полицейские обнаружили оборудование для изготовления, разлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов. Найденные духи имели признаки подделки, а именно некачественная упаковка, размытость штрих-кодов, низкое качество картона и отсутствие стикеров на русском языке, которые обязательны для продажи импортной продукции на территории России. Всего обнаружено изъято около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около полутора тысяч литров спирта, свыше 100 тысяч пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии. При подготовке этих материалов сегодня мы так пошутили друг с другом о том, что люди делом занимаются, по крайней мере, недорого продают продукцию, вроде как соответствует качеству, никакая не отрава, духи пахнут хорошо, и спиртной вот он сам вроде даже употреблял, и ничего. Понятно, что с точки зрения правоохранителей они все-таки преступники. Часто такие встречаются случаи у нас? Ну, такие, в общем-то, глобальные, как показано в сюжете, не так часто, ну а в целом, можно сказать, что да, инициатива наших предпринимателей, в кавычках, да, которые хотят делать бизнес в нарушении закона, она не знает границ, фантазия работает, практически там регулярно мы сталкиваемся с новыми идеями, с новыми мыслями, приходится идти в ногу со временем, и также эволюционировать вместе с ними. В общем-то, преступления эти выявляются завидной регулярностью. Помимо представленных сюжетов, неоднократно у нас выявлялись факты торговли алкоголем, без лицензии, юридическими лицами, тоже, в общем-то, считаю, проблема для наших городских образований. Ну и торговля в ночное время, да, и в ночное время, да, возвращаясь к моему, в общем-то, первому вопросу, что эта проблема потом вытекает в бытовые преступления. В общем-то, проблемы есть, вот за год мы перестыкли 17 фактов торговли алкогольной продукции без лицензии со стороны организаций, и было ставлено 25 материалов в отношении предпринимателей за нарушение правил лицензирования именно в области оборота алкоголя. Вот так, в общем-то, регулярно выявляются цеха и по пошиву одежды, выявляются и незаконные карьеры по добыче полезных ископаемых. Были, выявлялись факты, опять-таки, складирования бытовых отходов в достаточно большом объеме, складирования строительного мусора, да, это есть, в общем-то, проблема Московской области, и на какие-то случаи выявлялись, возбуждались уголовные дела, изымались предметы совершения преступлений, как-то большегрузная техника, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, ну, в общем-то, практически регулярно. Но здесь, наверное, вы работаете в связке и с Госадмотехнодзором, да, который следит по долгу службы своей. Тут, мы, скажем так, без взаимодействия с иными структурами, и, в общем-то, нам сложно будет работать во всех этих направлениях. Ну, давайте вернемся, вот, все-таки, к проблемам, так скажем, жителей. Вы, опять же, в начале нашей программы упомянули, что достаточно часто встречаются на территории наших муниципальных образований такие преступления, такой вид преступления, как мошенничество. Мошенничество, вот, вы не могли бы более подробно рассказать, в чем заключается это? Мошенничество, да, в общем-то, тоже проблема, наверное, не только нашего района, это проблема всей страны, и не случайно в 2018 году данному виду преступления была посвящена коллегии МВД, проведенной министром. В общем-то, был обозначен ряд проблем в данных преступлениях. Особую тревогу вызывают так называемые дистанционные мошенничества, связанные с хищением денежных средств с банковских карт граждан. И здесь, опять-таки, внутри данного преступления спектр достаточно широк. Основной, наверное, самый массовый, это когда гражданам приходят либо сообщения, либо поступают телефонные звонки о том, что либо ваша карта заблокирована, либо с вашей картой совершена покупка. Если вы не согласны с данной акцией, просим связаться по телефону, да, и мошенники навязывают владельцам карт, скажем так, связаться по указанному им телефону. Люди звонят по указанному телефону, и в дальнейшем мошенники под каким-либо предлогом представляют сотрудниками банковской организации, предлагают назвать данные карты, в том числе трехзначного кода, который находится на обратной стороне, либо проследовать к банкомату и совершить ряд операций при помощи банкомата. И, вводя в заблуждение людей, заводевают всеми денежными средствами, которые находятся на данной карте. Поэтому, вот, как бы, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться, в общем-то, к жителям района, что телефоны банковских организаций, которые вам выдали данные банковские карты, указаны на банковских картах. Никаких звонков на иные другие телефоны, ну, категорически совершать нельзя. Какие бы сообщения, либо телефоны, либо смс-сообщения вам не поступали, возьмите свою карту, разведите на обратную сторону, там есть телефон банковской организации, круглосуточный, который вам выдал эту карту. Свяжитесь по телефону, и, в общем-то, вам объяснят, насколько правомерен тот звонок, который вам поступил. Есть еще другие способы мошенничества, связанные с заводением денег с банковской карты. Это объявления о покупке-продаже каких-либо товаров, услуг. То же самое, люди размещают объявления, им по объявлению звонят, и под предлогом перевода денег, либо за покупку, за приобретение продаваемой вещи, предлагают назвать полные данные банковской карты с двух сторон. Также люди входят в доверие, сообщают полностью свои данные, и происходит перевод денег с банковской картой. Вот, так скажем так, то, что касается банковской карты, основные виды мошенничества. Ну, еще раз говорю, какие бы сообщения ни приходили, либо наш телефон, телефон 112, либо телефон той банковской организации, которая выдала вам данную банковскую карту. Она написана, этот телефон есть на обратной стороне любой банковской карты. Второй вид мошенничества, который, скажем так, является проблемой для нашего района, это преступление в отношении такой, скажем так, социально незащищенной категории наших граждан, как пенсионер. Тут, скажем так, опять спектр достаточно широкий. От снятия порчи до обмена денежных средств. Ну, то, что касается снятия порчи, ну, тут, опять-таки, пользуясь случаем, обращаясь ко всем жителям района, ну, никто, кроме нас официальных медицинских учреждений, лечением не занимается. Любые посторонние граждане, которые вам, подойдя на улицы, говорят о том, что у ваших родственников какая-то болезнь, ее можно вылечить сейчас за какие-то блага, это преступники, да, это мошенники. Дмитрий Николаевич, извините, я перебью вас. У нас есть звонок сейчас. Первый план программы подходит к концу. Давайте послушаем нашего зрителя. Вы ответите тогда на вопрос, потом уйдем на перерыв. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот смотрю вашу передачу, и как раз идет разговор о мошенниках. Вот хотелось бы знать, у нас мошенники часто представляют сотрудниками ЖКХ, проникают в квартиры, и при этом воруют денежку бабушек под разным предлогом. Подскажите, были ли такие конкретные случаи в нашем районе, и что в подобных случаях делать нашим бабушкам? Спасибо, в общем-то, за вопрос. Да, в продолжение начальной темы. Действительно, это тоже для нас проблема. У нас тоже есть такие, совершались такие преступления, когда приходили опять-таки граждане, представлялись сотрудниками ЖКХ, пред предлогом замены газового оборудования, счетчиков. Да, проникали действительно к нашим пожилым жителям, пенсионерам, и завладевали им денежные средства. Ну, тут у меня, в общем-то, вопрос один. Во-первых, ну, в первую очередь, всегда рекомендую звонить на телефон 112. Во всех случаях, если у вас есть сомнения в отношении тех граждан, которые пришли к вам домой, телефон 112 с любого мобильного устройства, вас соединят с полицией, и полиция прибудет, отреагирует. Как минимум, деятельность данных граждан будет пресечена. Еще раз говорю, еще раз возвращаюсь. Никаких обменов денежных средств, денежных знаков у нас в стране не происходит и не предвидится. То же самое, еще один повод. Приходят пожилым людям с тем же самым предложением, что происходит в стране обмен денежных знаков. Покажите те купюры, которые есть у вас, мы обменяем к вам на новые. Любые такие, в общем-то, заманчивые предложения с стороны абсолютно незнакомых людей, ну, в первую очередь, я рекомендую переправлять через полицию, через нашу службу 112. В любом случае мы отреагируем, окажем поддержку и постраиваемся в кратчайшие сроки, говорю, пресечь данные преступные деяния. Еще, опять-таки, да, есть такой способ мошенничества, и нам удалось буквально в декабре месяце пресечь данные преступления, звонок гражданам и сообщением о том, что в отношении ваших близких родственников либо они совершили преступление, находятся в полиции, либо они совершили ДТП, и дабы избежать ответственности, необходимо заплатить денежные средства. Буквально в декабре месяце такой вот мошенник у нас там пытался завладеть денежные средства пожилой пенсионерки во Фрианово, в общем-то, и возвращаясь, что своевременный звонок в дежурную часть отдела полиции Фрианово позволил нам своевременно отреагировать и задержать данного мошенника. Поэтому, в общем-то, во всех сомнительных случаях рецепт один. Телефон 112, как можно скорее нас проинформировать, мы постараемся максимально короткие сроки прибытия и задержать преступников. Ну, как всегда у нас говорили, граждане, будьте бдительны. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов. Телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Готовьте свои вопросы. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник межмуниципального управления МВД России Щелковская Дмитрий Рябов. Еще раз здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Вот в первой половине программы насветили, наверное, работу почти всех подразделений полиции. Это у нас и уголовный розыск фигурировал, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, патрульно-постовая служба, естественно. Но вот такой отряд полицейских, который, может быть, не самый многочисленный, но который ближе всего к народу. Я имею в виду, конечно, службу участковых и полномочных. Как строится их работа сейчас? С какими проблемами чаще всего обращаются жители? Ну да, это та служба, с которой граждане сталкиваются в первую очередь. Как было сказано в одном произведении, да? Театр начинается с вешалки, а общение с полицией начинается с общением с участковым полномочным. Конечно, непростая служба. Тоже в этом году отметила 95 лет своего существования. Ну, к сожалению, наверное, к сожалению, да, времена всеми любимого героя Анискина прошли, когда участковый полномочный милиции в то время обслуживал там одну деревню в 50 дворов и имел возможность заглянуть в душу каждому жителю. На сегодняшний день, конечно, у участковых нагрузка увеличилась в разы. На сегодняшний день, в общем-то, участковый обслуживает жилой сектор с численностью в среднем более 5000 человек каждый. Поэтому, конечно, вот заплянуть в душу каждому жителю, узнать о каждом жителе, его историю и что от него ждать, уже сложно требовать от сегодняшнего участкового. Ну, опять-таки, новое веяние входит их в их работу, да, внедряются электронные методы учета информации с административных участков. Так называемый сервис, да, наш электронный документ оборота. А проблемы остаются, в общем-то, все те же, да, это и правонарушение в семейно-бытовых отношениях, это как мелкие кражи соседу-соседа, это и какие-то причинения там легкого, среднего там вреда здоровью в результате данных конфликтов семейно-бытовых отношений, неприязненные отношения между соседями в наших многоэтажных домах, которые порождают как административные правонарушения и вплоть до уголовных преступлений, к сожалению, мы пока от этого не избавились. Ну, правонарушения совершаются, опять-таки, да, возвращаясь к началу нашего разговора, опять-таки, большей частью вот той категории лиц, которые ведут, ну, скажем так, социальный образ жизни, заупотребляя спиртными напитками. Понятно, что, конечно, большая часть наших жителей, это, в общем-то, добропорядочные граждане, которые работают и имеют право после рабочего дня на отдых. Ну, к сожалению, общество неоднородно, общество неоднородно, и мы, к сожалению, ежедневно сталкиваемся с этим проблемой. Работы у участковых много, но, в общем-то, считаю, что они со своей нагрузкой справляются. За 2018 год участковым было выявлено более 700 только уголовных преступлений. Ну, административных, наверное, в разы больше? Да, ну, административные выявляются каждому участковому практически ежедневно. Ежедневно. Ну, вот, все-таки, работа участкового, да, если он столкнулся с правонарушением, будь то уголовное или административное, это все-таки, ну, работа его носит, так скажем, репрессивный характер, чтобы довести дело до наказания, или он может повлиять, вот, как говорится, своим авторитетом? Это служба у нас называется служба профилактики. Возбуждение уголовных дел – это крайняя мера, да. В общем-то, одним из способов профилактики, вот, в общем-то, административное право, выявление административного правонарушения, привлечение к административной ответственности, где-то предупреждение, где-то штрафные санкции. Очень большой объем работы – это работа с лицами ранее судимыми за уголовные преступления, которые проживают у нас в городских наших образованиях. Очень, значит, большое количество данных граждан проживает. Есть лица такой категории, которые стоят у нас под административным надзором, которым судебным решением избраны определенные ограничения, они должны их соблюдать, как-то находиться дома в ночное время, избегать посещения общественных мест, уведомлять полицию в случае изменения места своего проживания. Все это, в общем-то, должно быть под призмой участковых полномочных. Конечно, выполняют лица, которые находятся под наблюдением, выполняют они эти требования? Опять-таки, да, наше общество неоднородное. Есть те, кто выполняет все требования, указанные судом. Есть те, нарушают, соответственно, привлекаются и к административной ответственности за нарушение установленного административного надзора и вплоть до уголовного преследования. Ну, а вот вы сказали, что участковые и кражами занимаются, да? Ну, это вот как раз, наверное, на уровне подъездов, да? Да, на уровне. Велосипеды, детские коляски и так далее. Да, подъезды и коммунальные квартиры тоже у нас существует. Все в наших городских кругах есть там кражи из мест общего пользования. Ну, да, мелкие вот такие бытовые кражи. Ну, тоже преступление, от него мы никуда не денемся. Ну, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, как раз с праздничного мероприятия, которое отмечали в ноябре. Это, вы уже сказали, 95-летие службы участковых и полномоченных. Давайте посмотрим. Их конек работа с населением участковых Щелковского района поздравили на торжественном вечере в Доме культуры Медвежьей озера. Сотрудников полиции, показавших заметные результаты в службе, отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Теперь меняется настолько быстро и стремительно, что меняются и все составляющие гражданского общества. Не меняется только структура милиции, полиции, для которых базовая составляющая работы, фундаментальная составляющая часть работы – это, конечно, служба участковых и полномоченных. Поздравляю вас с этим вашим праздником. Хочу, чтобы в этот праздник вы почувствовали гордость за свою профессию. Среди награжденных на торжественном собрании победитель районного этапа Всероссийского конкурса «Народные участковые» капитан полиции Дмитрий Понизов с 2010 года отвечает за общественный порядок в Солнечном и РТСе. Без внимания участкового не остается ни одно, даже не то, что преступление, сообщение или происшествие. Поэтому, соответственно, мы участвуем везде. Все, что связано с жизнедеятельностью микрорайона, с его внутренним миром, 21 век технологий, есть возможность установки как камер дополнительного оборудования, так и общения с помощью интернета, общедоступных баз. Участковая полномоченная полиция владеет очень широкими полномочиями. И речь составляет около 90 пунктов. Также участвуют узнаватели в уголовном процессе. Конечно же, эффективность работы службы зависит от населения. Чем плотнее работает с жителями, тем меньше преступлений на конкретном участке. Ну вот, еще интересную информацию узнали из репортажа. Больше 90 пунктов требуется выполнять участковому. Тяжело. Но вот конкретно сейчас увидели, познакомились с победителем районного конкурса участковых полномоченных. Он кратко рассказал о своей работе. Ну а конкурсы по другим, так скажем, специальностям полицейским проводятся у нас тоже? Да, конечно. По всем направлениям деятельности есть конкурсы на уровне главного направления внутренних дел по Московской области. В частности, мы по итогам 2018 года в номинации «Лучшее территориальное подразделение органов внутренних дел на районном уровне» межмуниципальное управление Щелковское заняло третье место в Московской области. Ну, поздравляю вас. А в каких-то общественных компаниях, так скажем, районного масштаба, да, или теперь уже окружного, полицейские принимают участие? Да, конечно. Ну, даже не как, может быть, жители, местные жители, да, ну хотя бы как работающие здесь? Ну, связь с обществом, она необходимая потребность в нашей ежедневной работе. Ну, в первую очередь, на что бы хотелось... А что бы хотелось упомянуть, это, в первую очередь, общение со школьниками, постоянные беседы в наших школах на темы профилактики противоправных действий, беседы о антинаркотической компании, по противодействию экстремизму, ну и в целом по воспитанию чувством патриотизма и здорового образа жизни. Большой объем вот проводится именно в работе с нашими школьниками, старшеклассниками. На регулярной основе проводятся спортивные соревнования, в которых, с одной стороны, принимают участие сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, с другой стороны, это и члены общественности, и члены общественного совета нашего, опять-таки, возвращаются школьники нашего района, в общем-то, по различным видам спорта, это и футбол, и волейбол, и виды стрельбы различные на регулярной основе. Ну, плюс можно вспомнить и, опять возвращаясь к мошенничеству нашей акции по профилактике, мошенничество в отношении социально изученных групп граждан, да, это и распространение листовок с информацией о тех преступлениях, которые мне могут быть подвергнутыми, как себя защитить, беседы участковых с жителями. Отчеты участковых перед жителями района. Каждые полгода участковый полномочен и проводит отчет перед жителями своего района, административного участка. В частности, вот в январе месяце все наши участковые отчитались. Провели встречи со своими жителями района, отчитались о проделанной работе. Опять-таки, у нас были вопросы, были замечания к этим отчетам, и сейчас принято решение, что в феврале месяце участковые еще раз встретятся, проведут такие достаточно массовые акции, встретятся с жителями района, отчитаются о своей проделанной работе за 2018 год. А как проходит взаимодействие полиции с таким относительно недавно возродившимся институтом, как народная дружина? Дружинники помощь оказывают вам реальную? Конечно, да, помощь есть, помощь есть. Во-первых, в первую очередь, это охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, которые, как я уже сказал, прошло у нас очень большое количество, особенно вот эти самые крупные, как там День города, 9 мая, самые крупные массовые мероприятия, которые проводят. Тут, в общем-то, нам без народной дружины очень сложно походиться, существенную помощь оказывают. Ну и, опять-таки, наши дружинки, жители нашего района, в первую очередь, информация поступающая от них тоже, в общем-то, играет свою роль в организации нашей работы. Предлагаю посмотреть еще один видеосюжет об участии щелковских полицейских в одной из общественных кампаний, которая называется «День донора». Давайте посмотрим, как это было. С половины девятого утра в здании наблюдалась большая очередь. Каждый из прибывших спешил внести свой вклад в спасение чьей-то жизни. И сотрудники полиции не исключение. Они регулярные гости на станции переливания крови. Все желающие, которые хотели, ну, около 25 человек, это было бы. Пользу приносит, конечно, нужно, дело делаем. К слову сказать, и сами сотрудники станции также исправно сдают кровь. Многие из них – почетные доноры России. Перед процедурой врачи-терапевты проверяют у потенциальных доноров основные показатели, а после предлагают подкрепиться соком и печеньем. Каждый зарегистрированный донор получает специальную донорскую книжку, и в дальнейшем он может вести учет посещений станций. Регулярная сдача крови – это профилактика многих болезней. Также донорство помогает избежать риска возникновения сердечно-сосудистых патологий, способствует продлению молодости, уверены врачи. Ну, а в день донора сдали кровь 39 человек. Из них 21 – сотрудники полиции. Общими усилиями собрали более 47 литров цельной крови. Дмитрий Николаевич, давайте вернемся к вопросу о связи с гражданами, так скажем, обратной связи с гражданами. В эпоху высоких технологий, помимо традиционных, скажем, телефонных, письменных обращений жителей, используются какие-то новые методы, ну, скажем, социальной сети или что-то еще? Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что, конечно, любое обращение граждан в органы полиции, оно в любом случае регистрируется. У нас проходит определенная процедура регистрации, независимо от той формы, как оно к нам поступило. Либо это личное обращение гражданина к сотруднику полиции, вплоть до того, что на улице. Есть обращение в дежурную часть, опять-таки, возвращаясь к службе 112, в общем-то, очень актуальное взаимодействие. У нас существует сайт нашего управления, существует сайт главного управления интернет-дела по Московской области, через который также можно к нам обратиться с обращением. Ну, кроме того, у нас существуют, работают информативные страницы в социальных сетях и в ВКонтакте, и в Инстаграме. Данная страница работы, где мы свою работу стараемся показать. Ну, и в заключение, опять же, поднимем тему, вот уже упомянули, да, работа полиции в школах. Ну, это, так скажем, массовые акции, да, то есть работа со всеми. У нас на десерт приготовлен еще один сюжет о работе, о слете, районном слете юных друзей полиции. Давайте посмотрим, как это было, потом вы нам прокомментируете, что это за мальчики и девочки. Давайте посмотрим. Они знают, как оказать первую медицинскую помощь, и что делать в случае опасной ситуации. Свои умения участники движения «Юные друзья полиции» и ученики с 5 по 10 класс районных школ, как обычно, показывают на практике на традиционном слете. В этот раз в программу вошло 7 конкурсов – правовая, строевая и медицинская подготовки, стрельба в тире, знания ПДД, разборка-сборка автомата и этап под названием «Сильные и ловкие». В каждом конкурсе свои критерии оценки. Так, например, при сборке-разборке автомата необходимо соблюдать правильную очередность, а также учитывать время, а за каждую ошибку добавляется 10 штрафных секунд. Это мероприятие ежегодно проходит при поддержке Комитета по образованию в стенах Центра лесной сказки. Очень приятно видеть, что много детей не остаются равнодушными, командными, принимают участие, готовятся. Движение «Юные друзья полиции» дает возможность школьникам получать дополнительные знания в различных областях, таких как медицинская помощь, правовая грамотность, умение обращаться с оружием и многое другое. Оно помогает воспитать уважительное отношение к своим и чужим правам и свободам. Дмитрий Михайлович, у нас буквально 2 минуты осталось до конца программы. Вопрос по юным друзьям полиции. ЮДП – это, так скажем, игра все-таки или выращивание достойной смены? Как вы считаете? Ну, это, наверное, да. Уже какой-то первый этап воспитания в направлении вращения достойной смены. И приятно осознавать, что данный конкурс уже становится традиционным. Нельзя не отметить и, опять-таки, у нас успешно уже 6 лет работает класс будущих полицейских при Молодежном центре «Романтик», где, опять-таки, наши учащиеся старших классов во внеучебное время на добровольной основе посещают данный учебный центр и с ним проводятся занятия об основах правоохранительной деятельности, культуры поведения, здоровья, основой доврачебной помощи. С ним проводят занятия ветераны органов внутренних дел, приглашают преподавателей из университета МВД. И, в общем-то, что приятно отмечить, что выпускники данного класса будущих полицейских поступают в университет МВД, становятся студентами. И уже, в общем-то, в ближайшие годы мы ждем их в наших рядах, в рядах наших сотрудников. Ну, остается пожелать вам, чтобы пришли действительно достойные люди, которые заменят тех, кто уже, естественно, свое отслужил. Спасибо, Дмитрий Николаевич, вам за ответы на вопросы. Успехов вам в вашей нелегкой работе. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Это была программа «Диалог». В гостях сегодня был начальник межмуниципального управления МВД России «Щелковская» Дмитрий Рябов. Смотрите нас каждый вторник на «Щелковском». Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова